Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ну, безусловно, некое чувство эйфории присутствует. Все-таки прямой эфир дает такой отпечаток, накладывает такой отпечаток. 211-101 номер телефона прямого эфира. Не забывайте, что на сайте эхокирова.ру есть аудио- и видеотрансляция. И те, кто сейчас включает веб-каберу в студии, видят, что у нас в гостях Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. Вячеслав Николаевич, добрый день. Добрый день. У вас есть возможность задать Вячеславу Николаевичу свои вопросы. 211-101. Прошу вас выражаться корректно. Да, ну, вот я, по крайней мере, по итогам нашего первого часа сделал вывод, что тема грядущих выборов как-то еще не слишком интересует наших слушателей. Я вот вообще не ожидала, что будут звонить. Ну, может быть, городская жизнь и городские дела вас больше интересуют. Вячеслав Николаевич, мы в первом часе обсуждали, возможно, кандидатур, которые пойдут на выборы губернатора, и те, кто уже заявил, и кто еще мог бы быть. И предлагали слушателям свою кандидатуру выдвинуть. И представляете, меня услышали. Я все женщин продвигаю во власть. Меня услышали и мужчины, звонившие, сказали, что да, вполне возможно. И почему бы и нет, если бы женщина возглавила нашу область. Вы как вот к женщинам во власти относитесь? Прекрасно отношусь к женщинам. Как у вас в администрации с этим? Много специалистов женщин достойных? Мы знаем, женщин руководители. Если в процентном соотношении больше 70% у нас составляет женский коллектив. О, вот так вот. А руководство непосредственно все-таки мужчин зачастую? У нас 50 на 50. 50 на 50? Я не знала про это. Это очень интересно. В администрации города Кирова 50 на 50. Так получается? Судят по способностям? Вы знаете, Ирина Геннадьевна, Ирина Светлана Витальевна. Замглава администрации. Да, да, первую главу администрации. Все хорошо? Не обижаете своих женщин? Нет, конечно. А они конкурируют с вами как-то? Нет, у нас рабочая обстановка, полное взаимодействие. Отлично. Иначе и быть не может. Это, видимо, последствия 8 марта у тебя еще в честь Международного Женского Дня. Нет, ты же видишь, что я пропаганду веду женщин во власти. Я хочу вот о чем спросить, Слав Николаевич. Каждое ведь утро, да, в последнее время, в 7 утра, по-моему, в администрации проходит совещание, обсуждается повестка дня, состояние городского хозяйства. И, судя по телесюжетам, вы присутствуете на каждом из этих совещаний. У вас рано рабочий день начинается. Но это не последнее время. Или это традиционная практика? Да, традиционная практика, да. И в рабочие дни на неделе, и в выходные дни это всегда присутствует. Какие вот сегодня, например, на сегодняшнем совещании вопросы обсуждались, непосредственно касающиеся вашей сферы деятельности, благоустройства и транспорта? Ну, первый вопрос, это было обсуждение, сколько было очищено крыш за прошедшие сутки. На этом совещании присутствует управляющая компания, служивающая организацией. Следующий вопрос. Ну, сразу нужно тут пояснить, что крыша, это, собственно, не ваше непосредственное поле деятельности. Да, но сейчас косвенно и нас касается, потому что тот снег, который сбрасывают с крыши, он оказывается на тротуарах уличной дорожной сети, и после этого уже проблема становится наша, потому что управляющие компании не торопятся его вывозить. И все претензии, также со стороны контролирующих органов, они как раз относятся уже к собственникам уличной дорожной сети, то есть к администрации города Кирова. Тут какая схема работы получается? Вот они сбросили снег с крыш, не убрали. Что вы начинаете принимать? Администрировать территориальное управление, невыполнение правил внешнего благоустройства и штрафные санкции на юрлист до 200 тысяч рублей. То есть непосредственно на людей, в том числе на управляющие компании, которые ответственны за очистку этих санкций? А вот уже успели оштрафовать за эту зиму по этому поводу? Да, уже несколько протоколов в предписании составлено, сейчас просто идет административная работа. То есть там сначала составляется предписание с указанием сроков, если не выполняется, составляется протокол, назначается время для рассмотрения на административной комиссии. После этого уже выписывается штраф. А каковы сроки вывоза снега по предписанию? Сколько дней дается? Мы даем сутки, но на сегодняшний день можно наблюдать это и по центральной части улиц города, и Карла Марса, и Спасская, и Преображенская. В общем, практически любую улицу можно назвать, где у нас присутствует снежная масса, сброшенная с крыш. Поэтому задача территориального управления вот и сегодня острова просто отстоял, чтобы администрировать это и максимально привлекать обслуживающие организации к ответственности. Потому что затраты эти несет бюджет, надо их каким-то образом компенсировать. Что вы имеете в виду затраты? На снеговую воску. То есть вы делаете за них работу, что ли? На сегодняшний день мы стараемся все-таки инициировать вот эти организации. У нас даже приходится с некоторых домов собственными силами снег скидывать. То есть и МЧС привлекаем, и инспекторские службы, когда они реагируют, если это возможно, с земли, там, какими-то механическими средствами это производится. Приходится привлекать механизмы подведомственных предприятий для того, чтобы обезопасить горожан. То есть это работа, которая, в общем-то, изначально не планировалась, но ее приходится делать, да? Да, ее должны выполнять обслуживающие организации, но они этого не делают. А почему они этого не делают, Вячеслав Николаев? Ну, ссылается на то, что не предусмотрено в договоре с населением, это дополнительные затраты. Вывоз не предусмотрен, да? Да. А это такая практика, ведь годами сложившаяся, да? То есть и раньше не предусматривалось, и сейчас не предусмотрено было, и вдруг требования изменились. Ну, дело в том, что там есть обязательный перечень услуг, который закреплен на федеральном уровне, и не все как раз работы предусмотрены в этом. Но сейчас инициируют как раз изменения данного федерального закона и еще ряд нормативных документов, которые бы расширили этот перечень. Правильно я вас понимаю, что в федеральном законе не предусмотрен обязательный вывоз снега управляющими компаниями? Собственники могут по решению размещать снежные массы на своей территории. Просто в настоящее время происходит сброс его на общегородские территории. Так, это мы сейчас говорим не о дворах, это мы говорим о тех участках. Давайте разберемся, это на самом деле очень важно. Во-первых, если сбрасывают снег с крыш, и это общая городская территория, то здесь администрация должна вывозить? Или администрация предъявляет претензии управляющей компании, и те должны вывозить? Должны вывозить подрядные организации, которые работают у обслуживающих, в управляющих компаниях. Управляющая компания должна вывезти, очистить крышу и вывезти снег. Это первое. Если сбрасывается снег на придомовую территорию, почему он может быть не вывезен? Потому что в договоре с жильцами это не указано. Они в любом случае обеспечат проход гражданам. Ну там тропинку расчистят, а снег и останется. Снег, возможно, в лучшем случае не на свободную территорию, которая каким-либо образом не используется, просто его туда сгрубят. То есть они не обязаны еще раз? Да. И это потому, что федеральный закон это допускает? Да. И теперь вы планируете, кто вы? Дума, ОЗС, администрация инициировать изменения в федеральный закон? Этот процесс уже начат. Я единственное не могу сказать, кто во главе стоял этой инициативы. Но просто звучит на всех совещаниях, что вот на сегодняшний день такая инициатива есть и она рассматривается. Где? В Кировской области? Нет, на уровне федерального уровня. На федеральном уровне. То есть инициировано-то не нами. Там уже была такая... Мы эту инициативу поддерживаем. Поддерживаем. Но пока инициатор не понятие. Подождите, а жильцы домов, жители домов, общим решением они могут как-то попросить с управляющей компанией поставить галочку в этом пункте? Конечно. В любом случае любой вид работ может быть предусмотрен собственникам. На общем собрании эти работы дополнительно включены. Ну, конечно же, это идут дополнительные расходы. И на сегодня не все готовы их нести. Но вам известны примеры, когда есть такой вот договор не только на очистку, но и на вывоз? Нет, примеров очень много. Много, да, таких? Да, дворовые территории на сегодняшний день. Некоторые уже очищаются и снег вывозят. Поэтому такая практика есть. То есть если в договоре не было прописанного снега, то два варианта. Либо люди не знали, либо они не хотели платить деньги и не поставили галочку. А теперь инициируется изменение, чтобы в обязательном порядке вывозился. Поняла. Паузу небольшое нужно сделать. Напомним, что у нас в студии Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. Говорим мы о текущей деятельности, о текущей жизни города. Скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот». В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Наш гость Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Кирова. 211-101. Номер телефона прямого эфира. Мы говорим о текущей деятельности администрации города. Ну, естественно, это связано с благоустройством, с уборкой города. И вот в догонку к первой теме, когда мы говорили о уборке, вывозе снега после очистки крыш, когда мы выяснили, что на федеральном уровне готовятся поправки в законодательство, которые обязательным сделают вывоз снега, а не только по желанию жильцов. Мы заговорили еще о том, что и в городе Кирове, в городской администрации тоже готовятся изменения к правилам благоустройства. О подробностей сейчас не расскажем, но в общем, чего они касаются, Вячеслав Николаевич? Один из разделов правил внешнего благоустройства – содержание дворовых территорий. Раньше этот раздел присутствовал, потом в связи с тем, что мы не вправе вмешиваться в деятельность собственников. По представлению контролирующих органов этот пункт был полностью исключен. То есть администрация не имела никакой возможности вмешаться в благоустройство дворовых территорий? В первую очередь, конечно, идет роль и должна быть это в жилищной инспекции. То есть все жители города Кирова недовольны содержанием дворовой территории, состоянием дома. Они в первую очередь должны обращаться в жилищную инспекцию, но мы-то не хотим от этого процесса самоустраняться. Поэтому сейчас рассмотрен ряд вопросов для того, чтобы вернуть этот раздел по некоторым критериям, чтобы территориальные управления могли как раз администрировать ряд нарушений, которые все-таки встречаются на придомовых территориях. Эта ситуация последних двух-трех лет, да? Да, да, да. Совершенно недавно произошло это исключение. То есть вы оценили эту практику, поняли, что ситуация ухудшилась. Я так поняла, что не только администрация поняла, но и надзорные органы тоже. Да, потому что совместно этот документ со всеми рассматривался. До последнего времени наша работа носит такой рекомендательный характер. То есть сотрудники территориальных управлений, других структурных подразделений администрации города Кирова обход производят, видят нарушения. И вот мы можем только письменно обратиться, попросить, а никаких административных действий провести не можем. Хотя горожане от нас этого ждут. Вот, поэтому сейчас, ну, я думаю, что на ближайшей думе эти изменения будут принесены. Вот какой еще нюанс хочу, Вячеслав Николаевич, уточнить. Не знаю, может быть, опять же, скорее всего, не ваша тема, но, может быть, вы знаете. Вот штрафы, да, вы сказали, серьезные штрафы. Управляющая компания налагается в том случае, если снег не увозится, не убирается. А эти штрафы, они, собственно, откуда берет деньги-то управляющая компания? Они могут ли быть переложены на жильцов, собственно? Это уже изучало с нескольких интервью, что, конечно же, все деньги они получают от жильцов. То есть у них, понятно, что заложена какая-то прибыль. По идее, они должны эти деньги оттуда брать, но в любом случае они это все потом на жильцов распространяют. То есть так вот радоваться-то, в общем-то, особо-то и нечему, что оштрафовали управляющую компанию. Платить-то это придется нам, да? Ну, поэтому администрация, я так понимаю, и не бесчинствует там, что касается штрафов, старается не давать. Наша задача именно, ну, как сказать, понудить обслуживающую организацию выполнять свои работы. Прямые обязанности. Да, прямые обязанности. Главное, чтобы работа была сделана. Вам известна, кстати, вот эта ситуация? Буквально сегодня новость появилась на нашем сайте хакиров.ру о самой недобросовестной, безответственной управляющей компании, промжилсервис, которая обслуживает 20 домов на Карла Маркса, Леонид Свободы, Стахановской, Короленко, Подгорной. Подробности вам известны, почему промжилсервис стал тут самым негативным? Дело в том, что на приглашение всех обслуживающих организаций, которые администрация организует совещание, вот они сначала уклонялись, то есть не сразу приходили. И на сегодняшний день вот как раз проблема этой звучит. Они отчитываются о проделании на работе, после того, как территориальное управление эту информацию проверили, тоже она оказалась недостоверной. Поэтому у них небольшое количество домов, но они вот как-то так халатно к этому относятся и не реагируют на эти же приглашения администрации города Кирова. Отчетность вовремя не предоставляют, а то отчетность, которую предоставили, она расходится с реальностью. Откровенное вранье, да, в отчетах? И это основание для чего в дальнейшем? Прокуратура или что? Нет, ну пока на сегодняшний день, во-первых, там хотели поплотнее познакомиться с организатором, с учредителем этой организации, да, и их позицию услышать по этому вопросу. 211-101 номер телефона прямого эфира. В гостях нашей студии Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Киров. Давайте к дорогам, к ямочному аварийному ремонту. Хорошо, ты сегодня на правах того, кто отвечает за дороги, я за пешеходные территории. Хорошо, но я-то вот в первом части уже сказала, что за волшебные технологии такие, что за волшебники сейчас осуществляют ямочный аварийный ремонт, когда я вижу, что ямоты, конечно, оттаяли, и в них такие лужицы стоят. Как удается в таких условиях работать и насколько это эффективно? Если не ошибаюсь, с первого марта он был заявлен на начале, да, такого аварийного ремонта? Эта работа проводилась с января, там точечно отрабатывались по погодным условиям. Уже говорили о том, что можем выполнять работы до минус 10 градусов при влажном основании. И сейчас, допустим, в дневные часы работы эти приостановлены, потому что когда много влаги мы, конечно, эти работы не производим, в ночное время работали. То есть там летая смесь асфальтобетона, которая температура 250 градусов, там идет выпаривание, ну, во-первых, фрезерование кромок идет, заполнение этой смесью. Вот, в принципе, могу сказать, что этот контракт у нас еще был разыгран в декабре месяце, 35 миллионов рублей. И там запланировано несколько видов работ, в том числе летая асфальтобетон, марки горячего асфальтобетона, B2, B3, которые будут уже применяться после наступления положительных температур, когда дорожное полотно прогреется свыше 5 градусов, есть немного щебненное от ремонта бочин. Вот, на сегодняшний день объем выполненных работ у нас составил около 500 тонн, мы разместили, то есть еще остаток около 900 тонн. А можем мы перечислить улицы, на которых идет свет? Ну, вот, последние дни мы работали на Азино, на Ленина, на Добролюбово, на Пятницкой, Преображенской, Красноармейской. В ближайшие сутки будем работать на улице Спаской, Горького и на участке улицы Комсомольской. Но это не на том участке, который идет в сторону Пугачева, это в районе привокзальной площади, вот в районе светофорного объекта, там серьезные ямы, прямо посередине проезжей части. Прямо они на глазах, да? Этот контракт был разыгран в декабре, а ямы-то определили тогда же? Это интересный вопрос. Работы по определению мест ведется ежедневно, у нас получаемые предписания Государственной инспекции дорожного движения, ежедневные объезды проходят сотрудниками дирекции дорожного хозяйства, управления благоустройства и транспорта. Смотрим, конечно, непосредственно на центральной магистрали, где интенсивное движение, общественный транспорт. Далее отслеживаем иски, поступаемые в адрес администрации. То есть наша задача обеспечить безопасность и сократить дополнительные расходы на возмещение затрат на ремонт. Иски от ГИБДД? Иски от горожан. От горожан? Да, чтобы не было штрафных санкций в адрес администрации в случае невыполнения предписаний контролирующих органов. То есть вот контракт до декабрьский определяет общий объем, а конкретные места определяются в оперативном режиме. Когда этот контракт заканчивается? Все зависит от того, когда объемы определенные в этом контракте закончатся. То есть если говорить о литом асфальтобетоне, в среднем в сутки мы сейчас размещаем до 40 тонн. То есть если брать остаток 900 тонн, ну, день на 20 нам хватит. День на 20 еще? Да. Там у нас есть, вот говорю, 1700 тонн B3, B2, около 30 тонн. Это уже для более теплой погоды. Еще на 20 дней. А дальше что? Ну, дальше я надеюсь, что у нас уже наступит весна, дорожно-строительный сезон. Нет, она в любом случае наступит. Мы к тому, что, как раньше говорил тот же руководитель городской администрации Перескоков, вот как только снег сойдет, планы до сих пор уже к масштабным работам приступить? Значит, ну, это уже немножко вперед я забегаю. Ну, хочется поговорить все-таки. На сегодняшний день правительство Кировской области занимается этой задачей. И вот сегодня, вчера там было подписание соглашения в Москве. И я думаю, что в рио-губернатор озвучит начало этой акции. Это речь идет о том миллиарде, который будет потрачен. Да, о безопасной качественной дороге России. О приходе федеральных денег, который, да, процесс был ранее анонсирован. Что касается этих ямок все-таки, которые вот сейчас латаются, на них есть какая-то, какие-то гарантийные обязательства накладываются? Ну, несмотря на то, что на текущий ремонт у нас гарантий никаких не распространяется, приказом по управлению благоустройства и транспорта у нас на такой ремонт установлена гарантия 6 месяцев. Это вот кардинальные изменения именно в этом году? Или раньше тоже против того? В прошлом году еще этот приказ был издан. Подрядчик ГДМС на эти условия согласился? Да, согласился. И кроме того, мы уже неоднократно говорили, что вот разрушение-то идет не в местах, где у нас проводилась работа, а на прилегающих территориях. И понятно, что мы здесь не решим задачу по всему городу. Поэтому это основная ликвидация наиболее аварийных ям. И вот вчера там звучала негативная информация, что вот мы этим там занимаемся, но не везде. Раньше нас критиковали, что мы вообще занимаемся текущим ремонтом ямочным, да? От кого? От общественных контролеров вы имеете в виду, да? Региональная группа общественного контроля. Но на сегодняшний день они сами понимают, что мы от этого отказаться не можем. И здесь не такие суммы, если сопоставлять вот именно с тем ремонтом, который идет с впускным, с вольтобетоном. Анонсировалась сумма в 35 миллионов, да? Это контракт заключен. Контракт сегодня заключен, сейчас еще на 20 миллионов готовятся процедуры. Мы в начале года озвучивали, что в бюджете муниципального образования город Киров на 17-й год запланировано 150 миллионов рублей на ремонт. Единственное, что мы, зная, что мы будем участвовать в федеральной программе, мы эти деньги сначала не трогали. Ну вот отыграли 35 миллионов, часть денег оставили для того, чтобы были деньги на софинансирование участия в данной программе. На сегодняшний день определилась доля муниципального образования, 91,5 миллион. И у нас еще осталось 20 миллионов, мы их тоже направляем на текущий ремонт. Но тут все еще будет, наверное, не все зависит, в том числе от погоды, да, весенней, если днем снег тает, ночью его подмораживает, это активное разрушение продолжается. Дневные плюсы, ночные минусы, здесь разрушение серьезное у нас. То есть я к тому, что не получится ли некого провала, мы сейчас деньги эти потратим на ямочный ремонт, а федеральные средства как-то там гораздо позже придут. Вот только что Вячеслав Николаевич сказал, а ты насчет поступления денежных средств говоришь. Но они придут уже, это контракт подписан, мы же попали в эту программу, все понятно. Контракт еще не подписан, на сегодняшний день проходят конкурсные процедуры, мы в конце марта, начало апреля получим уже подведение итогов по результатам торгов. Может еще назад отыграть? Этот миллиард может не прийти в город? Нет, эти средства уже стоят как в областном бюджете, так в федеральном. Вот это самое важное. Сейчас прервемся на две минуты, буквально реклама у нас после этого, наверное, к тротуарам, Володя, да? Можно еще по дороге поговорить, да, хорошо. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается программа «Дневной разворот», 211-101, телефон прямого эфира, здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занькова. И наш гость Вячеслав Семаков, начальник управления благоустройства и транспорта администрации нашего города. Все-таки давайте хочется еще про дороги поговорить. Тут появлялась информация в последние дни, что уже есть претензии к тем трассам, которые были отремонтированы в прошлом году. В частности, приводилась премьера Павла Корчагина к Коминтерну, демонстрировались вот уже эти трещины. Не прошло и года, что называется, а уже проблемы. Держите эту ситуацию. Данные, да, разрушения нами зафиксированы. Мы уже непосредственно с подрядной организацией это все объехали. Можно сказать, что это, ну, такие планируемые дефекты, потому что работы велись по замене верхнего слоя без ремонта или восстановления основания. Это бы стоило намного дороже. Конечно. Но у нас предусмотрены гарантийные обязательства. В течение четырех лет подрядная организация несет обязательства по содержанию данной территории, по ремонту. Поэтому все объехали, определили метод устранения данных замечаний. Они уже составлены... Каким образом, Михаил Тихонович, поясните для понимания? Заливка битома. То есть проливаться эти трещины будут расширяться, да, их будут фрезеровывать, асфальтировать. Но тут это уже технические моменты. Когда эта работа начнется? Как только наступят положительные температуры, то есть вот плюс пять, я еще раз говорил о том, что температура основания должна быть такая. Вот тот самый материал, который в теплое время года используется. У нас составлен перечень по всем улицам города Кирова, где проводились какие-либо работы за последние три года, и где гарантии еще распространяются. Мы это все уже расписали по подрядным организациям и по видам работ. Вот еще вопрос очень беспокоящий, и как-то ситуация, по-моему, усугубляется с колейностью, с колеями на асфальте. В чем причина? Причина как раз в том, что... Большой трафик, большой поток, несоблюдение технологий при... Нет, это не в этом дело. Именно нагрузка серьезная. То есть у нас сейчас такие транспортные средства появились, которые возят по 40 тонн, по 50 тонн, и никакие дорожные знаки, ограничивающие... Движение грузового транспорта их не останавливает. Такая проблема у нас присутствует. Вот мы на сегодняшний день готовим документы на весеннее закрытие. Которые у нас бывают традиционно в конце. С 10 апреля. И с 27 марта мы планируем закрытие Севедоровской трассы. Потому что там, на территории Слободского района, есть различные карьеры. Там и санкционированные, и несанкционированные. И эти машины в основном в ночное время ездят в сторону города Кирова. И практически скоро у нас опять дороги не останется. Поэтому вынуждены мы будем и весовые посты туда устанавливать. На сегодняшний день дислокация разработана. Сейчас поставление выпустим. Будем эту работу продолжать. Конечно, без поддержки Государственной инспекции и Дорожного движения нам эту проблему не решить. 10 минут остается. Нам еще нужно поговорить о мероприятиях по благоустройству. В том числе о субботниках, которые планируются уже на ближайшее время. Но все-таки давайте еще по тротуарам пройдемся. По проблемам пешеходов. Неубранный снег. Я хочу поблагодарить городскую администрацию за очистку тротуара, прилегающего к моему дому. С одной стороны, где мы не ходим. Это сейчас стопроцентная правда, да? Искренность поблагодарить. Да, между Лениной и свободой. Очищали с двух утра до четырех утра. Я с удовольствием два часа наблюдала эту работу. Спасибо. Вячеслав Николаевич, почему ночью? Объясните. У нас работа-то идет круглосуточно. Спать-то невозможно в это время. Просто тебе повезло, что у тебя или не повезло. Что ночью пришли рабочие. Понимаете, где-то улицы перегружены транспортом, где-то люди ходят. Поэтому работа круглосуточная. Там в зависимости от трафика выбираются объекты. Просьба просто большая. Мы об этом говорили неоднократно. Вот почему не повесить объявление на прилегающих домах, что извиняемся за беспокойство. Вот в это время будет ночью. Это просто же грохот, вы понимаете. Идет очистка. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, человек в среди ночи поднимается. Что происходит вообще? Ну, как-то пускай теруправление уведомляют. Или кто-то еще об этом. Кстати говоря, мы не сказали, что администрация города Кирова открыла горячую линию. Это традиционно уже. Дирекция дорожного хозяйства открыла круглосуточную диспетчерскую службу. 41, 59, 50. Это по поводу жалоб на проблемы на дорогах. На что можно жаловаться? На ямы? На неочищенные? С личной дорожной сетью. 41, 59, 50. Это дороги, это тротуары, это пешеходные переходы, это остановки общественного транспорта, вся инфраструктура, в том числе и ограждения. Так, накануне была информация о том, что сколько, 80% у нас пешеходных дорожек уже почищено? Сегодня на утро отчитывались подрядные организации. Меньше всех процентов у нас спецавтохозяйства, порядка 65%. Но это связано с тем, что у него самый большой объем. Но опять же, со стороны подрядной организации был назван ряд улиц, больше 10, где после очистки, после проведения работ по вскрытию тротуаров был сброшен снег. И вот он констатирует факт, что эти работы... Другие убирают, другие забрасывают. И кроме того, что на сегодняшний день идет, опять же, днем интенсивное таяние, в ночное время это все замерзает. Те участки, которые были ранее очищены, к утру все равно образуются наледи. И приходится повторно сейчас обрабатывать противогололедными материалами. А вот эта ситуация, кстати, огромное количество таких мест, где днем идет таяние, и образуются огромные лужи. Их очень сложно обойти. Это тоже несоответствие правилам благоустройства? Этой воды не должно быть на тротуарах? Мы уже говорили о том, чтобы мы выполняли все работы в соответствии со стандартами. У нас должно быть соответствующее финансирование. У нас в этом году, вот мы вывезли, порядка 350 тысяч кубов снега. Это более 50 миллионов рублей. На сегодняшний день, пока у нас средства закончились, дополнительно сейчас уже снимаем с других статей. Вот точечно так отрабатываем. Но понятно, что весь город освободить от снежных масс мы не можем. Поэтому в любом случае где-то места подтопления будут. А с каких статей вы снимаете средства? По благоустройству. То есть это значит, что какие-то проекты, которые были заложены в 2017 год, не состоятся. Или потом придется снова выкручиваться, как-то искать еще дополнительные? Нет, ну мы это смотрим. О чем я говорю, что понятно, что если где-то добавить, где-то убавиться. Это на сегодняшний день приходится таким образом. Интересно, на самом деле... Но это не касается благоустройства парков и скверов. Это же мою сторону. Интересная, на самом деле, ситуация получается. У вас во главе угла, собственно, не чистота города, а количество вывезенного снега, что ли, получается? Ну это все взаимосвязано. Сколько надо. Был контракт на такой-то объем. Этот объем вывезен. А хотя смотришь, кругом-то, вроде снега-то не убавилось. На сегодняшний день информацию, что за эту зиму у нас снега выпало больше. По среднестатистическим данным. Поэтому... Будем надеяться, что в следующие два года его будет меньше. Ну мы не на это надеемся. Надеемся на достаточное количество средств и сил для устранения этих проблем. Правильно я понимаю, Вячеслав Николаевич? Вот про средства вы уже сказали. Мы о них постоянно говорим, об этих проблемах. И не только по поводу бюджетов городских, но и на всех уровнях. Но вот еще и ресурсы человеческие, и там, не знаю, по поводу оборудования, которые используют технические, обслуживающие организации. Нужно увеличивать штат. Это касается содержания уличной дорожной сети. У нас все-таки не везде может применяться механизированная уборка. Очень требуется ручной труд. Дворники нужны. Да, дворники нужны. На сегодняшний день подрядных организаций их недостаточно. Сколько нам еще дворников в этом городе нужно, чтобы ощутить, что он стал чище? Подсчитывали? Затрудняюсь ответить, но, конечно, не такое количество, которое на сегодняшний день мы имеем. Там порядка 150-170 человек. А надо в разы больше? Да. На город с полумиллионным населением? А вот этот вопрос, кстати говоря, о дворниках. У нас даже эфир был по этому поводу. И каждый слушатель, позвонивший, сказал, да не хватает дворников, дайте нам дворника. Он как-то может быть решен и как? Это обсуждалось? Рассматриваться вопрос об увеличении тарифа по содержанию. Как раз мы... Зарплату нужно поднять? Да, мы разговаривали о том, чтобы разделить, но это уже мы не первый год об этом говорим, разделить проезжую часть с тротуаром, чтобы у нас был отдельный подрядчик на тротуары. Но на сегодняшние тарифы никто пока не готов. Не можем мы найти подрядную организацию. Поэтому у нас идет уличная дорожная сеть в красных линиях. подрядная организация, осуществляющая содержание определенного титула, отвечает как за проезжую часть, как за газоны, так и за тротуары. Это неправильно. Нужно делить. Тариф может быть увеличен, Вячеслав Николаевич? И кем, и как? При каких условиях? Все зависит от возможности бюджета. Сами понимаете, на сегодняшний день очень много социальных задач перед городом Кирова. И водовод, и путепровод, и школы, и детские сады. Поэтому на сегодняшний день пока отщепнуть-то неоткуда. Этим вопросом занимаемся, в том числе и те структурные подразделения, которые отвечают за наполнение казны. Давайте о будущем. О планах по весеннему благоустройству, уборке областного центра. График уже наверняка составлен. Уже есть конкретные даты. У нас вчера было подписано постановление главы администрации Александром Викторовичем Перескоком о проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территорий муниципального образования города Киров. Срок установлен с 15 апреля по 25 мая. Стартуем мы как раз с 15 апреля будет общегородской субботник. Ровно через месяц. Традиционно территориальное управление до этого момента должны определить места проведения субботников. Мы приглашаем всех горожан активных для участия в этой акции. Подрядной организации, которая занимается содержанием уличной дорожной сети, им поставлена задача. Там уже переход у нас на летнее содержание. Здесь определенный перечень работ. Но горожан мы приглашаем на общегородские территории и территории, которые ни за кем не закреплены. То есть люди обращаются в теруправление. Мы готовы организовать инвентарь и дальнейшую вывозку того мусора, который будет собран на этих территориях. Я предлагаю по общегородскому субботнику сделать отдельный эфир. Потому что я до сих пор не понимаю, куда можно обратиться и как поучаствовать в общегородском субботнике. Подробно разъяснить, что и куда, и к кому нужно обращаться, и почему теруправление само не может обратиться к людям. Давайте мы это сделаем отдельным эфиром. Пригласим специалистов и расскажем людям заранее, еще до 15 апреля. Да, и даже это может быть, между прочим. Некоторым понадобятся и такие навыки. Здесь речь идет не только о улицах города Кирова. Мы приглашаем сюда и обслуживающие, и управляющие компании, чтобы они проводили работу и с жильцами домов, чтобы тоже привлекали их, обеспечивали необходимым инвентарем тех людей, которые готовы в том числе и прибрать свой двор. Человек Николаевич, последний вопрос, наверное, в этом году, как известно, прогнозируется большой поводок. В связи с этим, как-то планы могут корректироваться? Какое внимание будет уделяться тем микрорайонам, которые могут быть подтоплены? У нас, в принципе, участки, которые подпадают под затопление, определены. Это уже не первый год. Создана рабочая группа, оперативный штаб, ряд мероприятий проработан уже на сегодняшний день в Первомайском районе начали уже строительство наплавных тротуаров. И управляющие компании, которые занимаются и жилым фондом, тоже эту работу начали в Ленинском районе, тоже скоро это все начнется. Поэтому готовимся к поводку. Ну, надо, видимо, подходить к этому в этом году наиболее серьезно. То есть, ожидается, высокий поводок в связи с большим количеством снега, правильно? Снега много. Ну, дело в том, что здесь все покажет весна. В ближайшее время мы увидим это все. Да, да, да. Сейчас загадывать не стоит. Спасибо вам. Мы разговаривали в нашей студии с Вячеславом Симаковым, начальником управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. Дневной разворот на этом закончен. Владимир Сметанин и Светлан Занков. Прощаемся с вами. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин